В секции «Многонациональная Австро-Венгрия. Свобода политики и образований». И первый наш докладчик Котов Виктор Викторович с докладом «Чешский журнал «Свобода. Как исторический источник и историческое явление». Приветствую всех, кто еще раз в зале и в зуме. Этот доклад посвящен праздному чешкоязычному, радикально-демократическому, периодическому изданию «Свобода», название которого, тем не менее, переводится как «Свобода». Журнал «Свобода» представляет интерес одновременно как исторический источник и историческое явление. Сначала я хотел бы представить данную проблему, остановиться на том, как я живу ей заменца, затем обратиться к исторографии вопроса и, наконец, обозначить основные речи истории журнала, обозначить его главные темы и описать один из способов его борьбы для свободы слова. Данное исследование является первой моей научной работой, не связанной непосредственно с изучением истории Сокольского движения. У нас небольшие технические наполадки. Я продолжу с другого места. С другой стороны, этот доклад выступает продолжением ряда предыдущих вкусных выступлений и текстов, касающихся чешской националистической культуры. Основатель журнала Йозеф Барак активно участвовал в деятельности общества «Фражки и Сокол» в начальный период его истории, включая внутреннее противостояние различных направлений, в котором он выступал на стороне радикалов. Его изображение на слайде справа. Кроме того, Барак участвовал в дискуссиях об отдельных элементах сокольской культуры. Его журнал «Свобода» входил в систему чешских националистических периодических изданий, которые были использованы в качестве основного исторического источника в кандидатской диссертации, который, я надеюсь, защитить через месяц. Что касается темы данной конференции, название журнала предупредило появление на его страницах ряда размышлений о свободе как ценности и о путях ее достижения. Акцент делался на свободе национальной, однако значительное внимание также выделялось ряду других аспектов, которые, впрочем, в основном рассматривались, исходя из радикальной националистической перспективы. К сожалению, не существует исторических исследований, посвященных непосредственно журналу «Свобода», однако он запрагивается в ряде работ по смежным темам. В первую очередь речь идет о таких темах, как биографии главных редакторов и владельцев этого издания, значимых чешских националистических политиков Йозефа Барака и Альфонса Чтясного. Далее история чешской прессы, антикредитализм и секуляризация, включая чешский националистический культ Яна Буса, рабочий вопрос и распространение социалистических идей в так называемых чешских землях, чешский политический радикализм и идеи славянских взаимностей, в том числе и чешский образ России. Наиболее подробная история журнала освещается в монографии историка Вацлава Жанчика, освещенной Йозефу Бараку. Обложка на слайде справа. Жанчик был учеником одного из самых известных чешских историков первой половины XX века, Йозефа Шусты. Среди основных тем исследований Жанчика были чешско-польские и чешско-южнославянские отношения в середине и второй половине XIX века. Его книга о Бараке была издана ровно 40 лет назад, в 1983 году, то есть в последний период его полувековой работы, когда он сосредоточился на биографиях чешских националистов XIX века, включая Франтишка Александра Заха, Йозефа Ватфо Прича и Яна Евангелисты Пуркины. Что касается биографии Барака, основное внимание автор удивил 1860 годам, то есть периоду, когда начал сдаваться журнал «Свобода». Как и большая часть работ данного периода, исследование Жанчика исходило из прогрессивских социалопических перспективы, что означало пристрастность подхода к отдельным проблемам, в первую очередь к рабочему вопросу. Главным ее достоинством представляется привлечение материала к австрийской полиции, касавшихся преследования членов редакции журнала «Свобода», а также личные переписки и воспоминания. Что касается данного исследования, сам журнал «Свобода», разумеется, выступил в качестве основного источника. Отдельные публичные библиотеки Чехии, Австрии, Германии и Соединенных Штатов Америки оцифровали свои экземпляры под шивот «Свободы». Наличие нескольких версий имеет принципиальное значение не только из-за разной степени сохранности отдельных страниц, но также из-за того, что значительное количество выпусков было конфисковано и, соответственно, не попало во все собрания. Далее были привлечены другие чешские и немецкоризичные периодические издания, воспоминания сотрудников и читателей журнала, включая Игната Германа на слайде слева и Антала Старшика на слайде справа, а также отчеты о деятельности различных чешских националистических организаций, выступавших в качестве подписчиков журнала. Журнал «Свобода» не был первым чешским радикально-демократическим периодическим изданием, а также не был первым изданием с таким названием. Что касается самого разделения на условные консервативно-либерально-демократическое и радикально-демократическое направления, представляется, что об их выделении можно говорить, начиная с революционного периода 1848-49 годов, то есть периода относительно широкого освоения жителями Богемии, Моравии и Австрийской Силезии стандартных практик современной политической культуры, включая введение избирательных кампаний и парламентских премий, печать политических и периодических изданий, создание петиции и так далее. При этом названные три направления не получили конституционального управления до 70-х годов XIX века, что в том числе было связано с восприятием политического единства как необходимого условия успеха чешского национального движения. В длительное время радикально-демократическое направление скорее являлось тенденцией внутри либерально-демократического крыла. Будучи школьником, Йозеф Барак не принял участия в революционных событиях. В 1850-е он работал в пражских, чешских и немецких различных периодических изданиях. Хотя пространство поэтической свободы заметно сократилось в этот период, однако Барак участвовал в различных чешских националистических инициативах и мероприятиях, выступая на стороне условных радикалов. Участие в студенческих демонстрациях в мае 1960-го года послужило поводом для высылки Барака из Праги, длившейся более полугода. Следствием окончания периода неоабсолютизма и начала новых конституционных преобразований в Австрии стало постепенное увеличение чешских политических изданий. В начальный период Барак, Карл Славковский и другие радикальные деятели сотрудничали с газетами «Час», то есть «Время» и «Глаз», то есть «Голос». Отсутствие единства среди чешских националистов проявлялось в конфликтах между членами редакции различных изданий, а также между членами правлений и различных добровольных обществ, включая не только «Пражский сокол», но и, например, Комитет по строительству чешского национального театра. В 1863 году в ходе польского восстания данный конфликт достиг значительной остроты и публичности. Именно в этот период возникли слова старочихи и молодочихи. К числу потенних относился граф Рудольф Турнтаксис на слайде справа, выступивший в первой половине 1860-х годов спонсором газет «Болеславан», то есть «Болеславец» или житель города Младоболеслов, и «Свобода», а также журнала «Правда». Во последних названиях переводе не нуждаются. Эти издания представляются непосредственными предшественниками «Свобода» и «Барака». В их главе стоял журналист Франсишек Винклер на слайде слева. Также необходимо отметить, что согласно данной мастерографии еще в 62-м году чешский радикальный демократ Йозеф Ассел Фрич планировал издавать за границей вместе с Михаилом Александровичем Бакуниным журнал «Всеславянская свобода». В 1850-е годы Йозеф Барак входил в широкий круг молодых чешских писателей Крутера Аклеса во круг Фрича, однако неизвестно, планировал ли он участвовать в этом его проекте. В любом случае, он не был реализован. Ранее в 61-м году Фрич издавал в Женеве журнал «Чех». Что касается газеты «Свобода», в августе 64-го года в первом ее номере сообщалось, что программа «Свобода» кратко, но полностью выражена уже в самом ее названии. Утверждалось, что эта газета будет стремиться к достижению политической свободы, национальной самостоятельности и всеобщей образованности. Также в первом номере отмечалось, что в период Бранцузской революции многие были против воззыва внутри Парижа статуи свободы в левой части слайда. Однако, по мнению анонимного автора, все идолы, которые с тех пор пытались заменить собой свободу, были гораздо хуже. Автор призывал решительно бороться за свободу, но при этом была высказана мысль о том, что борьба за свободу – это средство, а не цель, а не сама свобода. Целью газеты было определено информирование народа и поддержание его запала. В октябре 1964 года фактически главный редактор газеты Франтишек Винклер оказался в периодном заключении и на протяжении нескольких месяцев эту позицию занимал Йозеф Баррак. В январе 1965 года листание газеты прекратилось. Короткий опыт руководства, очевидно, оказал влияние на развитие его собственного журнала «Свобода». Что касается последнего, он был учрежден Барраком в январе 1967 года. На фотографии слева Баррак стоит над книгой и над поэтом и другом Яной Неродой. Учреждение журнала совпало по времени с началом длившегося несколько лет общего подъема чешского национального движения, которому способствовали благоприятная экономическая конъюнктура, либерализация законодательства и дуалистическое переустройство монархии гадлогов, ставшее поводом для протестов, которые почти привели к заключению своего рода австробогенского соглашения в 1971 году. Журнал издавался дважды в месяц, вскоре из-за ряда антиправительственных, антигарбургских, антинемецких и антипририкальных материалов отдельные номера стали подвергаться конфискации. К началу лета 1967 года Баррак был отправлен под арест на 8 суток, а издание журнала было запрещено на 3 месяца. Редакция приняла решение продолжить выпуск журнала под новым названием «Правда». Напомню, что также назывался радикальный журнал, издававшийся в 1963 году. Ранее, в апреле того же года, подобную уловку применила самая влиятельная чешская газета «Народные листы», то есть «Национальная газета», ставшая временно издаваться под названием «Народ Миномины», что также переводится как «Национальная газета». В качестве владельца журнала «Правда» был указан Йозеф Барраковский, то есть Йозеф Баррак. С июля 1968 года по январь 1970 года Баррак находился в тюрьме, однако ему удавалось осуществлять руководство редакции и заключения. В конце 1973 года журнал был продан другому чешскому радикальному политику Альфонсу Шчастному, а в конце 1975 года перестал издаваться. Хотя изначально в период подготовки и принятия автро-венгерского соглашения одной из главных тем свободы была защита чешского исторического государственного права, также уже с первых номеров в журнале размещались многочисленные антиклирикальные тексты. В последние годы, когда владельцем и главным редактором был Альфонс Шчастный на слайде слева, этот акцент усилился. Также постоянной темой являлся рабочий вопрос. Баррак считал угнетение чешских рабочих следствием национального угнетения, выступал за распространение потребительских кооперативов и образовательных инициатив. В 1972 году он более полугода возглавлял не только журнал «Свобода», но также чешский журнал «Дернистка-Виски», то есть рабочий журнал. В этом издании он проводил ту же линию, ставя интересы нации и выше интересов класса. Однако ряд членов редакции исходил из интернационалистических позиций, и в итоге Баррак принял решение подать подставку с поста главного редактора. Начало 60-х годов определяется в истории как премия завершения перехода от патроналистской к литеральной системе цензуры в монархии Галбургу, характеризующейся не всеобщим и не предварительным контролем издаваемых текстов. Одним из исключений было лето 66-го года, когда сам Гёзеф Баррак ослеждаю цензуру, характеризующуюся именно всеобщим и предварительным характером. В первом номере журнала «Свободы» он опубликал воспоминания о своей краткосрочной работе к газетным и театральным цензорам в период русской оккупации в Праге при этом 66-го года. Вопреки своему названию либеральная система цензуры не была отождественна на свободе печати, вехой в её развитии считается изменение в законодательстве от 73-го года, означавшее резкое сокращение количества арестов и тремных сроков. Последнее, о чём я хотел бы рассказать, это о новостях. Журнал «Свобода» включал такие стандартные для политических журналов рубрики, как политические комментарии, исторические очерки и документы, художественные произведения, хроника новостей, реклама и открытые письма. Что касается новостной рубрики, обычно она выступала в роли своеобразного довеска к журналам и в первую очередь ассоциировалась с ежедневными газетами. Однако, если обратиться к воспоминаниям читателей «Свободы», почти все они вспоминали именно рубрику «Новостей». Дело в том, что Баррик предложил читателям новую форму, помещая нередко якобы нейтральные новостные сообщения в провокационный контекст. В действительности это не означало полную защиту от судебного преследования, но, очевидно, расширяло пресловущее пространство «Свободы». Мне не удалось установить, были ли у Баррика некие источники вдохновения. Буду рад, если у кого-то появится предположение или указание на этот счет. Приведу несколько коротких примеров. Итак, 1871 год, цитата, «Правительство учребит две новые немецкие гимназии в Силезии». Обычная новость, однако, за ней следует. В Силезии у славян до сих пор нет ни одной средней школы. В таком контексте политика правительства воспринимается как античешская. Еще один пример, 1867 год, цитата, «В Берон для осуществления проповедей приедут иезуиты». Также обычная новость, однако, перед ней сообщалось. В этом году Берон обошли стороной грады, пожары, саранча, и вот теперь в таком контексте сообщение об иезуитах воспринималось как в великальном ключе. Ну и последняя цитата, 1867 год, цитата, император Максимилиан завещал в доме своих генералов по 100 тысяч долларов. Однако, за ней следует следующее. В Австрии собирают деньги на изуродованных в Мексике добровольцев, а также на вдов и сирот, оставшихся без мужей и отцов. В таком контексте первая новость воспринимается в антидинастическом ключе. В конце хотел бы упомянуть, что с 1974 по 1983 год, то есть до конца своей жизни, Йозеф Баррак применял опыт руководства журналом «Свобода» на посту главного редактора самой влиятельной чешской националистической газеты, вышел в Коменте народной битой, хотя изучаемый журнал получил лишь ограниченное распространение, его радикальный характер, то есть, можно сказать, свобода, свободы, нередко означавшая нарушение действующих законов, вызывала значительный резонанс. В дальнейшем я хотел бы проверить гипотезу о том, что этот журнал служил не только каналом высказывания радикальных идей, но также инструментом их переведения в сферу политического мейнстрима, а именно в программу партии молодощерков и национальных социалистов, занимавших ведущие позиции в последующие десятилетия. Кроме того, необходимо отметить, что, несмотря на постоянно манифестировавшую свободу этого издания, его создатели были ограничены не только нормами законодательства, но в первую очередь границами националистического и прогрессистского дискурсов. Эта ангажированность представляется одним из главных достоинств этого исторического источника, позволяющего исследовать политическое мышление людей, живших в XIX веке. Спасибо за внимание. вопрос Виктору Викторовичу. Артем Юрьевич, пожалуйста. Я не могу не задать этот вопрос после предыдущих докладов. А вот так как бы в общих слетах наверное понятно какой спектр значений вкладывался в название фунала. Но вот вы можете уточнить, а вот что конкретно вкладывалось в это название именно в рамках того политического дискурса. Наверное, явно там условно несвободу немецких немцев и чешских немцев быть преданными другом и подавлять чешское национальное объявление. Вот именно спектр значения слова свобода в интерпретации издателя этого журнала и то, как бы сочеталось с этих свобода в общении и свобода в названии их издания. Спасибо за вопрос. В первом номере журнала была опубликована программная статья, которая так и называлась «Что мы хотим» и в ней говорилось о стремлении достичь именно политической свободы для чешской нации. Собственно говоря, чешские национальные воспринимали все сквозь предыду своей нации и определяют этот принцип мышления как тотальность. Поэтому любые... Этот журнал первого выпуска вышел накануне выборов «Богемс.бси». И также они рассматривали выборы не как противостояние каких-то индивидуальности, а именно противостояние представителей одной нации и другой. Поэтому все, что угодно, на связи с пониманием и распространения нации, в том числе и свободы. Свободы через главных редактор главных редакторов, их связь с конкретными классическими и националистическими организациями. И насколько они являлись голосом этих организаций, проводили идеи. И второй вопрос тоже редактор понятно определял общий характер этих газет, его взгляд, определяли общий характер. Но там были еще другие авторы. Насколько можно последить их влияние? Или они печатали материалы те, которые полностью соответствовали взглядам Барака или большим компасисам? Спасибо. Начну с первого вопроса. Точнее, начну со второго вопроса. Конечно же, Барак сам сентяйтино выбирал материалы, поэтому там не встречалось каких-то мнений противостоявших этой позиции. Скорее, можно заметить определенные какие-то изменения после продажи журнала, когда наметился заметный антиклерикарный крем. А до этого, до 73-го года, никаких особых. это журнал, который издавался два раза в месяц, поэтому там не было значительного пространства, в отличие от ежедневной газеты, которая могла позволить опубликовать мнения каких-то оппонентов, потом написать текст, больше опровергающий мнения оппонентов. Там возможностей не было. Внимовка, но я забыл очень переносить. Проблема на самом деле по сути в 1860-е годы никаких политических организаций и не было. Обычно в исторографии говорится, что 1860-е годы это время появления чешской национальной партии, но на самом деле необходимо всегда добавлять так называемые чешской национальной партии, потому что это не была какая-то организация, у которой были удостоверения, съезды, политбюро и так далее. Поэтому в основном в качестве таких основных структур выступали общество с интересом, в том числе и те же мои сокольские мои общества. Я бы сказал, что главную организаторскую роль выполняли газеты, а накануне выборов происходили собрания людей, пользующих уважение, которые уже определяли, кто будет в количестве кандидатов. Но никаких организаций в этом периоде не было. Вар, ты относился к национальной партии. Он относился, но это была не организация, это часть движения. партия такая, как она была. Есть ли еще вопросы? Можно тогда я задам вопрос? Наверное, продолжу линию, которую сдала Юля Евгеньевна. Политических оппонентов в свободе не публиковали. А была ли такая практика, как свободная трибуна для представителей других славянских национальных движений со схожими взглядами или, скажем так, от одного национального движения к другому? Насколько я знаю, в немецкоязычных чешских изданиях такая практика была. Была ли она в свободе на чешском языке? Я бы сказал, что там сообщались новости о развитии различных странянских национальных движений. Может быть, была более тесная связь с галлийскими гемократическими действиями, потому что для Барак и для всего чешского радикального чешского радикализма было очень важно вопрос о разделении во время польского восстания, когда произошло разделение старочехов и молодочехов. Поэтому иногда там опубликовались какие-то тексты польских мигрантов, но, правда, без приведения их имен. На немецком обычно опубликовались только если какие-то судебные решения, обязательно надо было опубликовать. А так есть ли еще вопросы? А какое реальное польское журнал на пальце был? Второе вопрос на он был популярен? То есть считается перед тем, какой он был. Спасибо. я не назову точных цифр, но я думаю речь идет о сотнях количествах выпусков. Соответственно он не был популярен. Как я сказал в заключении, мне представляется, что основное значение скорее состоит в том, что в этом журнале поднимались какие-то вопросы, которые затем станут базными для пользы значительного влияния. Это последовательное мнение. Если вопросов больше нет, я благодарю Виктора Викторовича и приглашаю Юлию Евгеньевну Бут с докладом «Мы хотим свободную школу учителя цеслитаний в борьбе за свободу от государственного националистического и партийно-политического контроля». Добрый день, уважаемые коллеги. В названии своего доклада «Мы хотим свободную школу» я вынесла цитаты из речи чешского учителя «Мы остаемся там же со святами», примерно в тот же период, чуть позже переходим, из речи, которую он произнес на одном из учительских свежих, которые в то время регулярно проводились. И, мне кажется, эта цитата отражает стремление гаммских учителей освободиться и от государственного, и от национального, и от партийно-политического контроля. В последний третий XIX века школа и вопросы образования в Светлане становятся фронтом межнациональной и межпартийной борьбы, а также объектом усиленного контроля со стороны государства. Все абсолютные интересанты видели в школе учителя эффективный инструмент усиления своего влияния. Если в первой половине XIX века привыкли к тому, что учителя воспринимали как профессиональные подлоты, как агенты государства на местах по воспитанию лояльности династии, любви к Отечеству, главная задача была воспитать верных целовей Отечества, то в последний третий XIX века они уже берут на себя и другие роли, в том числе по распространению национальных и политических повреждений среди школьной молодежи. По мере того, как школа все больше становилась ареной борьбы между государством, политическими партиями и национальными организациями, слово «свобода» все чаще звучало и все прочнее преживалось в дискурсе публичных выступлений, полемики, ручья, призывах школьных союзов и разного рода объединений и мечтей и также все чаще фигурировало на страницах в теоретической печати. У практически всех юзов учителей был какой-то свой печатный орган, который мудрался в педагогический журнал и дальше шло название ассоциации учительных. Ну и большая часть строительства есть оригинальные названия типа прайлера штимы, педагоги шарушау, педагоги шарфа и так далее. На их страницах слово свобода появлялась в различных комбинациях в разных смыслах как свобода для чего-то, так и свобода от чего-то. Я сочла возможно выделить пять основных таких коммутаций этого слова, которые встречаются на страницах учительской периодики. Это свобода выполнения своей национальной миссии, во-вторых, это профессиональная свобода, туда они включали понятие свободы преподавания, ну и не только, я скажу дальше. В-третьих, это гражданские свободы, в-четвертых, свобода школы от влияния националистических и политических организаций, и в-пятых, это свобода школы от церковного контроля. Как и в случае с другими профессиональными объединениями в Австро-Ленбрии преподавательские и педагогические круги отбили явную национальную окраску в последние 3-12 века. Для многих учителей в этот период действительно преподавание национальной идеи стало ключевым компонентом морально-этического воспитания детей. Некоторые учителя часто ставили роль национального педагога выше всех своих других обязанностей. Одним из факторов, которые подогревали вот эту тенденцию, было распространение своего рода страшилок о том, что одна национальность в рамках монархии поглотит другую, что один язык вытеснит другой. Например, на одном из съездов учителей Грация Эдуард Харкман заявил, что Австро-Венгрия вообще скоро станет славянским государством и, соответственно, школам надо подготовиться к предыдущим преобразованиям. Это, конечно, вызвало волну возмущения, в первую очередь со стороны немецких учителей, в частности немецкий учителями. Учителя заявил в ответ, что каждая нация имеет право воспитывать своих детей свободными от влияния других наций. Учителя должны защищать и охранять свою национальную культуру. Они, цитата, обязаны словами и делами защищать неотъемлемое наследие наших предков и завещать его в неразбавленном виде нашим детям. Поэтому сегодня немецкие учителя, да и весь немецкий народ должны протестовать против необоснованных заявлений Эдуарда Фонхартена. Они должны сказать им, что немецкие дети не станут славянами, потому что их будут воспитывать немцев. Каждый учител должен носить звание учителя своего народа и должен воспитывать молодежь духи их отцов, духи истории своего народа. Более того, правительство должно предоставить учителям свободу выполнять эту национальную миссию. Другие учителя также поддерживали это мнение, и заявляли, что ни устаревшее мышление, ни правительственные чиновники не должны ограничивать учителей в выполнении ими своих обязательств перед своими народом. А вот чиновники как раз-таки очень даже стремились ограничить эту свободу выполнения национальной миссии учителей, потому что они не хотели нанимать учителей, которые бы участвовали в подробной деятельности, в запасовках, в протестах. Они также не хотели, чтобы учителя использовали классную комнату в качестве платформы для разжигания национальной вражды и политического недовольства. Чиновники при этом считали любую форму национальной агитации подрывной, без разницы был ли это учитель немцем, чехом, депутатом или любой другой национальности. Министерство кольца просвещения принято меры по коррекции процедуры найма учителей на должность уменьшить националистическую деятельность учителя в классной комнате и в обществе в целом. Теперь к заявлению о приеме на какой-то должность учителя требовалось приложить рекомендации для оценки так называемого политического поведения специального учителя. А политическое поведение чиновники трактовали очень широко. Сюда включалось и участие в национальном движении и в ненациональном любом политическом движении. То есть учителю с ярко выраженными специалистическими взглядами с такой же вероятностью могли отказать от должности как ярко националистов. Эти ограничения отражали убежденность министерства в том, что учителя являются государственными служащими, которые должны быть практически нейтральны. При этом для министерских чиновников национальные убеждения были одним лишь из многих видов проблемных убеждений. То есть чиновники более-менее обеспокоены распространением социализма, анархизма и других крайних политических идеологий, так же как эмоциональности. В дропротическом духе Габбургской администрации была сложная система контроля, чтобы учителя и школы оставались лояльными и придерживались правильных политических взглядов. Венская министерство не занималась непосредственно наймом и уплайнением учителей, но оно сосредоточило внимание на найме и продвижение по службе школьных администраторов по счете на то, что администраторы, поддерживающие политику министерства, будут нанимать соответствующих правильных вчителей школы. Особенно важен был пост директора школы, и документы кандидатов на этот пост включали такие очень длинные, обдуманные заверения о моральном и политическом облике кандидата. Обязательно нужно было подчеркнуть решительную преданность этого кандидата монархии и династии. Это действительно были длинные части в этих предвреждениях. Они в архиве Министерства культа по просвещению документы не столько же по объему занимаются только описание педагогических навыков этого человека и способности проводить научно-исследовательскую работу. Причем это не были просто какие-то фонулы, стандартные фразы, Герин там, предал и прочее. Обязательно чувствуется, что прилагает большие усилия, чтобы привести конкретные примеры, чтобы проиллюстрировать вот этот патриотизм. И очевидно к этим документам относились серьезно. также стремление выбрать директора школы, который был бы не просто сам по себе лояльным, но был способен насудить и прочно утвердить патриотизм в школе. В свою очередь многие учителя и учителя глубоко возмутились этими попытками регулировать и контролировать большинство деятельности педагогов. Они посчитали это превышением власти и вопиющим нарушением гражданских свобод от учителей. Дирекортические журналы, отражавшие взгляды разных политических и национальных союзов, дубликовались такие, осуждавшие меры правительства. В этом в целом эти союзы считали, что политические активные учителя приняли в пользу своему сообществу и своей профессии служат примером активной гражданской позиции, которая необходима в государственном государстве. Дирекортический журнал призвал учителей даже писать петиции правительству. Его авторы отвергали идею о том, что учителя должны быть аполитичными государственные чиновники, чья роль в суд государства заставляла их личные взгляды отойти на второй план. На самом деле министерские чиновники даже больше, чем политическая активность или чрезмерно эдемистическое настроение учителей беспокоились об их плохой подготовке и о том, что учителям не хватало необходимых знаний для должного выполнения своих обязанностей. В течение последней четверти 19 века университета провела серию крупных реформ в надежде улучшить качество подготовки учителей. так, например, по всей Австрии университеты стали предлагать курсы повышения квалификации и лекции для учителей, а школьная администрация выделяла все больше и больше денег на то, чтобы учителя имели возможность эти курсы и лекции посещать. То есть желанием создать атоматическую нейтральную атмосферу в школьных классах шло рука об руку более широкая попытка обеспечить следование одной и той же учебной программе, чтобы учащиеся получали одинаковый набор уроков и одинаковый уровень знаний, независимо от места расположения школы и национальности их учеников. С этой целью школьные инспекторы следили, чтобы учителя внимательно выполняли подписанную учебную программу. Во многих школьных округах учителей просили предоставить инспектору краткие письменные отчеты о том, насколько эта программа была выполнена, какие там трудности она вызвала, с чем столкнулись учителя. Инспекторы собирали, анализировали эти отчеты и, по крайней мере, в отношении только шульных народных школ, чиновники примели свести как минимум различия от школы к школе, предлагали конкретные рекомендации относительно того, какие темы, когда следует преподавать вплоть до указания учителям, какое время им следует проводить такие предметы в течение школьного дня. Ожидалось даже, что учителя будут уставлять еженедельный план уроков и тоже передавать их на проверку школьным инспектором. То есть министерские чиновники стремились максимально использовать инструменты, которые были им доступны для контроля образовательного процесса и качества образования. В то время как учителя находили такие меры, ограничивающие их профессиональную свободу и очень сильно раздражались с мнением этого надзора. Независимо от политической или национальной принадлежности, федерогические журналы, союзы учителей ожесточились против бюрократии школьного управления, как они это называют. В статьях, критикующих централизованную учебную программу, учащихся утверждали, что вот эта централизованная программа снижает способность учителей, что приспосабливается с потребностям их самым учащихся. Штивистский союз учителей, например, подытожил общее мнение, заявив, что не существует одной лучшей методологии для каждой темы. Учебные программы должны быть приспособлены к школе как хорошая одежда. Нейтрализация учебной программы подавляет возможных инноваций в стенах классной комнаты и позволяет учителям проявить на занятиях свою личность и индивидуальность. Очень сильно было распространено убеждение в том, что меры правительства душили учителей, сдерживающих сетью в бюрократической форме, что в свою очередь не наносило ущерб качества образования. Эти высказывания также отражали обиженность учителей обиду на то, что в Министерстве школьные советы поставили под сомнением как все анализмы и мастерство и по мнению многих попытки контролировать то, чему они учили, в какой момент дня все это отражало общее отсутствие доверия учителям. И в свою очередь это вызвало новый виток борьбы за свободу, за свободу профессиональную и требования проведения реформы. Что хотели учителя в рамках этой реформы? Свободы в составлении и реализации учебной программы, свободы в выборе методики преподавания, возможно самостоятельно выбирать учебники и сюда же не включали улучшение жизни учителей в целом. Любопытно, что в борьбе за профессиональную свободу различные национальные и союзные учителей нашли точки соприкосновения, в частности они совместно пали за повышение зарплаты и улучшение упора труда. В 1907 году, например, учителя, как они так видны, всех семинаций Австрии в третьем усилении, чтобы призвать правительство уравнять зарплату учителей зарплатами других государственных служб. Сказывалось мнение, что единство среди учительских периодов обеспечило бы единую силу для защиты пенсионной реформы, большей свободы в классе, изменений в дисциплинарном области. Интересно, что хотя союзные учителей и их участные органы становились более националистическими, они не становились при этом менее патриотичными, статьи в учительской прессе, связанные с вопросами обучения априотизма, продолжали публиковаться и вызывать интерес до самого краха монархии. Например, журнал немецкого педагогического Союза Праги признавал, что учителя были естественными защитниками нацией, но также он напоминал своим читателям, что не менее важно, чтобы учителя были столькими просветителями и правосвестниками Конституции и с энтузиазмом преподавали историю всей монархии. Пустаря Киша Рушау аналогичным образом призывал поставить благо государства на первое место в усилиях по решению вопросов нейронального образования школы. В 1912 году консервативный журнал «Остерапия Шетерога Шверте» даже зашел настолько далеко, что предложил сократить преподавание национальной истории и культуры, чтобы сохранить сплоченность австрийского общества. Один из авторов журнала резюмировал эту позицию на писах «Несмотря на личную любовь к немецкой истории, я, как австрийец, должен быть внимателен к актрисской истории, а это означает, что я должен преподавать историю чехов, венгров и поляков с таким же энтузиазмом, как я преподаю историю о лидерской семье». Таким образом, национальные союзы учителей стали выступать позднее за снижение интенсивности национальной историки в интересах защиты единства и сплоченности автора венгерского государства. Стоит также отметить, что интенсивность политических баталий и борьбы за свободную школу иногда не имела ничего общего с национализмом вообще. Учителя имели широкий спектр интересов и позиций, и многие из которых приводились к борьбе внутри одной национальной группы. Вопросы, разделявшие либералов, консерваторов и специалистов, особенно по поводу религных школ, имели такое же важное значение для них, как и вопросы, связанные с национализмом. Во многих отношениях педагогические журналы отражали большую озабоченность нападками на светскую либеральную школу, чем вопросами, связанными с национализмом. С усилением педагогических партий с момента создания коллекции Железного кольца и появлением правых массовых политических движений, таких как христианство, политическая партия Карла Люгера, либеральные и социалистические учители стали опасаться за будущее либеральной светской школы, школьной сухимы, и по их мнению попытки замолчать политически активных учителей являлись частью скоординированных усилий консервативных и феррикальных политиков по восстановлению церковного контроля над школами. То есть еще для них вот такая угроза появилась, которую они в многом сами придумали. Учителейский союз например утверждал, что политические партии иногда настолько увлечены в работу школ, что это не приносит пользы. Они стремятся использовать школу в целях чуждых ее реальных задач. И опасались, что политические партии, которые контролировали школьные советы и ландшаги, будут использовать школы в качестве инструмента для реализации контроля. С другой стороны, консервативные католические союз учителей поддерживали государственную политику по ограничению политического поведения школьных учителей. По мнению целятишем педагоги ЖВАТО в борьбе с проблемами внутри школы была надежная система инспекции. Пусть она не будет ограничивать свободу учителей. Таким образом, понятие свободы в риторике гамбургских учительских сайтов, нашедшее отражение в их выступлениях на собраниях и в прессе всю сложность персональной политической конспортации и борьбы за школу, которая охарактеризовала становление флюористического политического общества авторизации. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы к Юлии Евгеньевне? Артем Юрьевич, пожалуйста. Ну, вы меня извините, у меня было довольно много вопросов, потому что в школе преподавал, и вот тема, о которой вы говорили, она очень для меня интересна. На самом деле больше вопросов, но я хочу задать трех. Первый вопрос. Вот, я так понимаю, вы используете терминолог, как политическую, терминологическую базу, восходящую тех документов, на которые вы опираетесь. Но насколько вот это терминологически опасно, насколько этот дискус соответствует тому, что вы описываете. То есть, вы там говорите, что учителя, чиновники требовали быть аполитичными. Но, по сути-то, они требовали не быть аполитичными, а поддерживать как бы австрийские нарративы, поддерживать лояльность империи, поддерживать требования, ну и так далее, и так далее. То есть, это, ну фактически, давайте так, как было, когда я там условно был учителем, что если ты приносишь в школу программу какой-то оппозиционной партии, то это политика, и в школе политики не местная. Если ты приносишь программу в «Единой России», то это патриотизм, и патриотизм это хорошо. Ну и вот насколько, на мой взгляд, тут уместно использовать тот аппарат, который использовался современниками, в учении того, что он явно такой вот немножко политизирован, причем политизирован, я так понимаю, собой из того. Просто я так понимаю, что сами учителя уставники националистического дискурса, они, скажем так, именно национализм противопоставляли австрийскому национализму, гумерской политике, или все-таки возможно тут есть смысл пытаться разработать какую-то новую терминологию более соответствующую тому значению слов, которое мы имеем в виду. Второй мой вопрос, он такой тоже немножко исходя из моего личного опыта, но вообще, наверное, самый знаменитый австрийский учитель в больших глазах большинства это знаменитый подпоручик Турк. И как бы то, что говорил Турк, всем, что говорите вы, мало соотносится. И то есть вот у меня, соответственно, такой вопрос, а насколько вот то, что говорили эти учительские союзы, отразало мнение массового школьного учителя в австрийской школе. Потому что, скажем так, я читал всякие педагогические гурналы, когда работал с учителем, и то, что в них писалось, часто вот в такой реальной средней школе имело мало учителей. То есть, насколько вот то, что писали в этих гурналах, соответствовало тому, что хотело большинство учителей, или там было разделение где-то примерно, понятно, что нет, 50 на 50, или все-таки большинство было за националистический от опыта такое исключение, которое прославился, потому что вот Гахак его описал. И последний вопрос, почему-то проголосляющий предыдущий, вот вы много говорили там о формах отчета, о контроле, и соответственно, только у меня, исходя из моего реального скольного опыта, вопрос такой, а насколько эти формы в гавдусской монархии работают? Потому что, ну, скажем так, когда я был учителем, меня много раз заставляли писать отчеты. При этом на урок ко мне никто ни разу не пришел, и я мог творить науки, я кому-то предусловил, все, что хотел, если я в бумагах писал, что я все делаю правильно, и так далее, и так далее. Вот насколько этот контроль реально был такой опекающий, пронизывающий, а насколько вот при определенном конформизме можно было просто притвориться правильным учителем и на уроках проводить свою линию. Извините, если... Если вопрос, я тут, конечно, могу только предполагать, чем-то, да, доказываться, какие-то, точных доказательств возможно мы не можем найти, но я попробую ответить. Во-первых, что касается терминологии, да, конечно, они там таким-таки научным языком все это не объясняли, как мы это можем делать в такой респективе, и вся терминология на самом деле несложная и довольно прозрачная. Я думаю, что здесь нужно что-то изобретать и расшифровывать все смыслы, то есть там ну и таким же языком с детьми общаясь между собой они сильно не усложняют. То есть нужно учитывать какие-то смысл, а все понятно, ну когда мы пытаемся анализировать уже сколько-то лет, 200 лет спустя, да, используем другой вид. Второй момент, что касается, было, давайте сконтакт, который помню вопрос, о том, насколько эти отчеты были действительными, они просто формально писались. Я думаю, что они были действительными, потому что сохранилось много документов о том, что вот эти школьные инспекторы деньги выделялись, командировали в школу, они писали отчеты и министерства в том числе, и разные характеристики сохранились учителей на этих школьных инспекторах, они показывают, что в принципе, более-менее они серьезно относились к своему делу и тщательно выполняли свои обязанности. Но случаи конфронизма, как вы думаете, которые остались за рамками этих самых документов. И третий вопрос был по поводу по поводу соотношения лояльных учителей. Ага, да. Насколько действительно это слово отражало интересы массы учителей? Ну, я выберу вашу вершину, наверное, не 50-50, но большой процент учителей участвовали в состав вот этих вот учителей каких-то юзов, потому что их была большая всякая масса. И вот они там участвовали, ходили на несведы, заседания, тем более, что это ничего от них особенно не требовало. Поэтому они были достаточно активны. Да, особенно ближе к концу 19 века, в начале 20 века считали, что это их гражданское право исказывать нефантическую позицию. С другой стороны, было немало и лояльных правительству, министерству учителей, особенно тех, которые занимали посты школьной администрации, директоров школ, на которых сохранились все вот эти вот характеристики, которые указывают, что этот учитель, он работал со своими учениками, он эту идею патриотическую развивал, восхищевлял, вдохновлял, особенно вот это лояльные лиминасти подчеркивают. Поэтому здесь посчитать так сложно в данном посетении, но думаю, тех было достаточно и этих тоже, но это потом действительно политично. Виктор, у вас был вопрос, если можно кратко, а то мы выбиваемся из тайминга. Я только один задам про Моравское соглашение или Моравский пакт 1905 года, предполагавший разделение школьных структур как раз по рисковому принципу. На них ваши источники как-то реагировали и что там думали по поводу расстранения этого на все монархи как-то присутствуют. Наверное, реагировали, но точно вам скажу сейчас. А вы работали в основном с немецкоязычными журналами? В основном, конечно, с немецкоязычными и с теми, которые на других языках попадались, и личные. Но немецкоязычные же могли быть и Чехии, и Своя и так далее. Я думаю, что коллеги могут дать Юле Евгеньевне вопросы уже лично. Я приглашаю Оржакову Ларису Михайловну и ее доклад «Место и роль категории свобода в польской политической мысли второй половины 19 века». Лариса Михайловна, пожалуйста. Дорогие политики, вы меня встали на ковсту к теме, которая уже мела моему сердцу. Моему сердцу остается новость для меня. Моему сердцу есть. По стране контролюции, как ульпа обычного бумажа и постеполитическое мостик второй половины 19 века. А на постеполитическое мостик второе 19 веку я не повторяю. И даже не кто-то есть у меня позволено ввести. Большинство политическое мысль сейчас подразумеваем многочисленных двух украинских интеллектуалов, во многом делавший в студии имя автора памфлета Папка Станчиков. Вышел он в сфере в 1869 году. Так что звание Станчиков это не самое название. Совсем подразумеваем подразумеваем. Папкет написанных на странице журнала «Постава Грина» в «Черкдон-Польске», который выходил с 1850 по 1914 годы, и журнал «Танчик» был детищем кратковских интеллектуалов, кого теперь был привычный именуем Станчиков. Кстати, деятельность Станчика по изданию этого журнала «Восокон» оценивал представитель старшего поколения польских интеллектуалов Павел Корпель, хотя по другим вопросам он вступал в полемику со старщиками. И там группа действительно была немногочисленная. Их было четверо. Юзок Шуйский, Станислав Тарновский, Станислав Козьман, Людвиг Вадзинский. Первые двое Шуйский и Тарновский подборали в университетах. Каждому из них довело некоторое время занимать эресторскую профессию. Юзок Шуйский историк, один из основателей французской исторической школы, автор капитальной истории Польши, хотя, замечу, сколько, в современной польской историографии признается, что менее всего изучены по празднике исторические труды шутства. Он же Шуйский, яркий публицист, поэр, драматолог. Его коллега в университете Станислав Тарновский, литература детства, историк и литература, публицист, президент Французской Академии знаний до 1912 года. Станислав Козман по роботу своей основной деятельности был тесно связан с театром. Известен как многолетний художественный творитель Краковского театра, а добрый десяток лет был и директором городского театра в Краконе. Писал Козман тоже немало, писал и театры, но не только Альман. Так, в его перу принадлежат три объемных тома под общим названием «Дело 1863-м годе» или просто 1863-й год. Однако к этой объемной книге, как была подчеркнута в одной из польских статей, сравнительной недавно, в 2019 году, вышедшая, она специально подвечена ему другому. Так вот, к этой книге нельзя подходить всеми же мерками, как к обычному историческому исследованию. Воскольку больше мере это дело 1863-м годе остается сочинением глиотертическим. Здесь же, наверное, вместо будет вспомнить, как Ходин вообще-то сам претеновал себя, претеновая цитировать, наделенным логическим чутьем, способным уловить любой ситуации самое главное, но в силу своего образа жизни и ежедневной разбросанности не всегда стремился и не всегда умел заставить себя достаточно проработать тем. Зато он был готов это все о себе, зато он был готов делиться своими мыслями, предоставляя другим дорабатывать детали. Его стиле порой казалось превосходным, тем не менее чувствовала спешка. Судя по всему, он просто примелся в комментариях о том, что работал. Ведь у него было немало других дел. А садил плановался так, как только могла сложиться, будучи написанной между репетицией птиатр и вечеринкой футболы. Вот такой самокритичный вышел автопортрет. Не скажу, однако, что подобную манеру писания непременно следует воспринимать как недостаток. Поскольку нам, помимо случая, нам, не мне, вообще нам, мне, в первую очередь и условно, важно попытаться воссоздать эмоциональные стороны, которые в пользу в среде ввели профессиональные и непрофессиональные разговоры о польском отечестве и о самих себе. Только один из четверых, сказал Акраин, граф Людвиг Водильский, утравленный со своими савторами по парке Стальщика, заметно меньше проявил себя на небе сочинительства. По все время отнимал авторитическое действие. Итальщий вопрос можно ли понять другого, имея в виду своего другого, даже если общение происходит на одном из этих один из вариантов ответа на этот вопрос, при том, что вопрос итальщик, доставляет как раз опыт Стальщика. Центральная тема для Стальщиков диалоги с отечественниками больше в давнем и недавнем прошлом, а также попытка конструирования образа будущего, насколько это возможно. Но современные Стальщиком порядки, впрочем, не только современники Стальщиков, но и последующие поколения, а это подтверждается таяние польской историографии, которая недолгое время в силу агрутивных и стубъективных причин как-то сторонилась исследования творчества населения Стальщиков, оказались не вполне готовы понять и тем более принять предлагавшие им образы. Вопрос почему? Все четверо Стальщиков, все ровесники, практически ровесники, вот два разницы, все на виду, аристократия, участники мальского восстания, и все четверо после его прошения последовательные противники, поставщики ориентируют поиска политической практики. Потрез Стальщики против свободы? Ну, что такое свобода? Как писал в 1866 году, когда журнал «Польское обозрение», когда журнал делал только первые шаги на своем пути, один из его авторов, автор исторического очерка об Александре Первом, «Дорогие всех, у каждого поляка представления о прекрасном прошлом и мечте о большом будущем Польша исчезли, расселись как мираж, когда оказался несостоятельным их расчет на то, что победоносная армия Натальиона вытеслил москалей в клуб России, а Польша, соответственно, получила свободу в деле учреждения своей власти и вопрочения сил ради отпора врагов». Что же осталось, когда расселся мираж? Осталось, констатировал автор польского обозрения лишь неприятной осадок и усталости. А что еще могло остаться, если единственное основание для поддержания патриотических мечтаний о светлом будущем отчизны неожиданности. Так же перестало существовать. Это был гордкий опыт, тем более, что к этому времени уже бескрайние поля, бескрайние поля были обучены польской кровью во время свободы всего света, но это не обеспечило свободу самим полям. Вскоре поляка испытания, оно же был пиодок, ноябрьское восстание. Через 30 лет знаменитый озор или девиз этого восстания за нашу вашу свободу не утратил актуальности, но теперь спустя 30-летие его слова звучали иначе. Недаром, наверное, в одном из писем, вошедших в папку старчика, письмо представляло собой диалог между Паном Павловым и Паном Петровым, читаем следующее. И вот здесь прошу прощения, такая объемная цитата. Петр, самое странное, Пан Павел, это то, что они, надо принимать специальные областанцы, слишком много шумят и возникают обстановки, хотя чтобы мы поверили, будто это не они наделали шуму, а что это только сбор наших ушах и головах. Павел, и тебя это убили, посуде сами, ведь это их обычная практика, ничего нового. Одно и двух, а Пан Петр, либо все мы, вся страна, были глупы, беспомощны, лишены всякого разума, даже проплеска, патриотизма, всю жизнь бездельно, шли по ложному пути, цепляя загибельную мелочную поведенцию, либо это новое направление, которое так явственно вырисовывается в наше время и так барабанит по ушам, но сулит нам ничего хорошим. Петр спешит отреагировать. Мы с вами не такие люди, как эти нынешние, нам знакомы все эти периодически проявляющиеся симптомы. Мы ведь знаем, как это у нас бывает. Оглянулся неуспешно, народ удивляет себя в течетное безумие, и тогда самая маленькая глупость легко превращается в большую. Это как снежный ком с нашим функциональным характером. С нашим грозным и нашей гражданной скорости снова и снова сдержать одни и те же лошадки. Как мы подсказали мусульмально те же самые граммы. Что повстанческая идеология губительна для судей определенного польского народа после катастрофы инважного окраина считали множество. Но это не означало, что эти многие готовы были отказаться от свежих идеалов. Так или иначе альтернатива становится выявленной лоэлис или угодом. Можно называть как угодно смысл оттенков, хотя на мой в связи с этим можно отметить, что, например, Станислав Томовский, уже вам знакомый, многоопытный общественный вид для администратора политик, признавал, что в 1894 году поляки всячески примирят демонстрировал восходившему на престол Николаю Второму, что они поляки против Завтра, что они более не помышляют о восстании. Примечательно, что даже несмотря на то, что в Останске генерал-губернатор Курко был от Невастоп и от возможного участия поляков в форме мероприятия, пульская деликация мела твердое намерение прибыть на похороны Александра Третья, чтобы засвидетельствовать почти новому императору сказано что Тарновский свидетельствовал, что поляки на похороны поездки. Сдается опещаем, что Тарновский даже не без удовлетворения отметил, что в прибывшем на травму тюрьмону поляков Николай Второй отнес их весьма на Ташимасе. Иначе говорили, а наш танчик Леонид Тарновский не усматривал ничего предусмотренного в том, чтобы польская пола открыто показала, что по отношению к русскому трону он настроен исключительно примирившись, подобно тому, как на протяжении многих лет танчики демонстрировали лояльность австровенгерскому престолу. На это хотелось бы обратить особое внимание, что значит по мнению Тарновского вполне допустима демонстрация лояльности русскому царю, лояльности почти равной лояльности австровенгерскому монашу. Акцентировать это почти равную простите за повторение степени лояльности хотелось бы к тому, что единомышленник и друг Тарновского тоже знакомый вам шуткий, иначе и совершенно четко формулировал свое и надо полагать не только его собственное мнение, не только его собственное отношение к России. В частности Шульти писал, если в прежние времена основным нашим противником были немцы, то теперь остался лишь один и не противник, а враг, это Москва. Вообще взаимосвязь соотношения между свободой и лоэлизмом, угодой, или иначе, я бы сказала, мера свободы в условиях угоды, вопрос отдельный и инфициозный. И он имеет прямое отношение к ситуации, в какой развивали свою деятельность и теоретическую, то есть публицистическую и практическую статчики. Тем более, что для них свобода выступала не как оправданная философская категория, а как настоятельная потребность. В таком контекте неизбежно возникает еще одна проблема – свобода индивида и свобода, если точнее, независимость сообщества, общества, ожидающего возможность создания, в данном случае, поискому созданию независимого государства. Свобода действительно есть осознанная необходимость. Можно сказать, что такое понимание свободы, выработанное поколением мыслителей, во многом отвечало восприятие свободы станчиками, во многом определяя лояльность как свободу в качестве или именно как осознанную необходимость. Другое дело, какими будут границы этой свободы и кем эти границы будут обозначены теми, кто избрал для себя лояльность как принцип восприятия власти, либо власть по отношению которых было решено демонстрировать лояльность. Один было очевидно. Позволю себе еще один пример, который свидетельствует о царивших тогда настроениях и реакции на предложения, с которыми выступали станчики. Так, по воспоминаниям современников в те годы значительно начали. Горица была охвачена поливниками между станчиками и теми остальными, а им всего четверо. Борьба разворячила публицистик и в истории политических сочинениях на собранные в парламентских кругах. Эта борьба существует, настаивает современник, и она будет продолжаться до тех пор, пока существует и действует станчиками, как партия. Современник по-своему заложил причины противостояния, противостояния, свидетелем которого ему довелось быть. Определенный и почти всегда неизбежный, как у всякого пишущего субъективист, в данном случае, наверное, не должен слишком смущать. Ведь трудно не согласиться с обсуждением современника о том, что развернувшаяся на исходе изнатого столетия борьба имела для поляков огромное значение, поскольку коснулась важнейших вопросов национального ботия. Итак, с одной стороны, эта борьба выражала сомнения в политическом национальном будущем нации, звучали рекомендации нации не торопиться с восстанем государственным существованием, сосредоточиться на спасение их духовного существования, духовно, именно духовного существования. По пути рекомендации остались с другой стороны, всецело учитывая сложившиеся условия, эта борьба демонстрировала непоколебимую привешенную программу национального будущего. Современно презумировал. Не о каком примирении здесь может быть и речь, разве что о полном отказе от одной из этих двух программ, о том, чтобы один ладик был поглощен в любви. Негативное восприятие о том, что в обществе станчиков этой позиции было, казалось, эксказуемо. Танчики одновременно потягнули на прошлое, да вообще они выступили, или, я бы сказала, наступили на свободу своих протечеств. Потягнули на прошлое, на живое прошлое, и при этом предлагали сомнительные, с точки зрения диспособности, настоящие, а их образ будущего не вызывало словом доверия уже хотя бы потому, что не отрицая необходимых потребностей восстановления государственной независимости, они крайне негативно оценивали вооруженные формы борьбы за свободу кольского народа. Смириться с предложенной Козьминым оценкой недавнего восстания, которого он считал, цитирует, было и остается самым большим несчастливым народом. Каждый домомыслящий человек должен признать что восстание была огромная ошибка, безумная предприятия, во-вторых, не поговорительно много жертв. Мириться с этим было сложно. Развенчат все высокое, что романтически настроенные польские патриоты усматривали восстание, и станчики поставили себя в уязвимое положение. Абстратная дискуссия о свободе почти утрачивали всякий смысл, будучи слабо связанная с настоящим положением вещей, а тем более с образом будущего. Современникам станчиков оказалось трудно актунистить предложение обратиться к себе, целого рода культивируя внутреннюю свободу, которая, как покажет время, как раз и оказалась способна обеспечить свободу внешнюю, как только к тому представилась возможность. Трагматизм и реализм танчика во многом себя оправдал, а приписываемость танчикам пессимизм на велик и способствов весьма актунистическому развитию событий. последнее, что касается концептов. А вопрос для меня, в какой контексте целесообразно было бы вписывать подобные сюжеты, как сюжет о свободе? Ну, наверное, само собой напрашивают истории идеи, истории, понятий, хотя в контексте культурной истории, учитывая сферу занятости этих четверых, я бы уточнила даже проект, потому что фазитовский действительно был по нашему политику. В контексте культурной истории надо подумать, но мне кажется, что возможно. В контексте эмоций, поскольку без эмоций здесь дело не обходилось, и восприятие танчиков в первую очередь было эмоционально, восприятие современниками. и те же эмоции влияли на формирование общественного мнения и представлений о национальном прошлом, о будущем даже говорить страшно. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Ларисе Михайловне. у меня напомнили вопросы, которые не совсем по теме вашего доклада, а как для Ряда. В 62-м году Яна Материна написала Папка Станчика для меня Да. Это как-то связано с этой группой? Было что-то межмейное? Спасибо за вопрос. Вы мне позволяете немножечко расширить рамки. Папка Станчика, вот этот самый политический портрет, вам цвет, вам цвет. Считалось, что эту папку с письмами нашли у Станчика того самого Шута, да, в предваре Тегизмунда в 16-м веке. И в этом-то и прелесть вот эти вот алюкции, да, которые, наверное, могут себе позволить только историки и знатоки сюжетов. Так что, да, это прямое отношение, но вот здесь такое обстоятельство щекотливое, где-то об этом я уже упоминала. С одной стороны, Станчика сами современники воспринимали как человек, ну, что такое Шут? Шут может позволить себе почти все, да, и он позволял. И Станчик на протяжении Станчика Шут, на протяжении столетий и даже тогда в раннее новое время воспринимался как патриот польский, потому что он все открыто позволял себе говорить власть. Вместе с тем, когда мы говорим о Станчик 19 века, мы с вами обнаруживаем, что Станчиков в 19 веке с авторов этой папки приняли в штыки именно потому, что они посигнули на то время. То есть, вот это нестыковка. Тот Станчик Шут-патриот, а эти ну не то, что антипатриоты, но какие-то непонятные непонятные люди, которые предлагают нам сосредоточиться на себе, обратиться к австрийской власти и немножечко оставить в стороне независимость Польши. Хотя, разумеется, они против не выступают. Пославное независимое. Быть еще какие-то вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Приглашаю Кириллину Любовь Алексеевну с докладом антинемецкие выступления в Любляне в сентябре 1908 года страницы борьбы славянцев за национальную свободу. Пожалуйста, Любовь Алексеевна. В конце 19-го и начале 20-го декора областились национальные конкретики в основе ромберской и первой не областей стороной славянской рот. И если хулинизировавшие к тому лейнему крайне мертвы составляют 3-4-8 процентов населения уже потеряли свои позиции, то в нижней штили европейцев, где не было всего 1-4-8 населения, политика для миграции проходила успешно. Игры славянской ромберской консультации достигла гиперс, что европейцев, частью Словенской территории. 12-13-13-13 немцы напали на территорию, что на собрание Словенцев с палками и камнями, в общем, таких серьезных национальных соревнований ушли и еще нет. К счастью, обошлось без жертв, которые беспорядки были поданы на полицию. Словенская либеральная пресса стала ожидать очистительных миссиями, разборическими нападениями на Словенцев в Туре и бездействия власти, которые после избирательной реформы 1907 года, окончательно утвердившие свои позиции за предыдущие политические силы в Словенских землях, отреагировали на события и удерживания. Они считали вполне справедливо, что либеральная партия хотела использовать их для имитации за свой будущий парад. Аналогично оценили их и немногочисленные Словенской социал-демократы в газете «Радвичи права» в «Красное знание». Поскольку положение либералов ухудшилось, им потребует что-то особое, что-то стремило национальное сознание и сделало бы общество более популярным. Словенские либералы решили созвать жителей Любляны 18 сентября на митинг протеста и получили разрешение на это и от Шумана Любляны Ивана Хлибера и от провинциального президента крайне барона Теодора фон Шварц. На митинге в городском доме в Словенском центре в Любляне по оценкам астрийских властей собралось около четырех тысяч человек. Выступали либералы. Как триллер заявил, ту и просветает немецкий шовинизм и винует по-моему излишнюю мягкость в Словенцев и, прежде всего, политика, астрийского политика. Немцы в том, что армянцы приятками, от которых Словенцам нужно избавиться. Доктор Иван Арашин призвал Словенцев, по примеру, Чеков, ударить по немцам экономически. Не вкладывать деньги в немецкие банки и покупать немецкие товары. Свои к своим. Но подобная тактика, надо сказать, применялась и немецкими националистами. Незадолго до этих событий их общество издало брошку, в которой предположили жители города покупать товары только у немцев. И, кстати, впоследствии опубликованные в брошюре списком немецких и немецких торговцев воспользовались проведением своей акции Словенцев. Разгращённое выступление на митинге толпа устроило в городе демонстрацию. Полиция раскрыла потребность от немецкого клуба в казине, но держать ситуацию под контролем не удалось. На улицах начались беспорядки, в которых Словенцы били стекла для надлежащих немцам в домах. Фонари на улицах срывались на дальней архивейской флаге и, вооружившись палками и камнями, нападали на газы. Полицейские кордоны были прорваны. Тогда власти направили в помощь полиции солдат 27-го пехотного полка «Король-Полебийца», переведённого в Люблянных градусов. Большинство из этих солдат были немцами. Они разогнали толпу и арестовали из Москвы. Следующие два дня волнения продолжались. 19 сентября Жупан выпустил призы к горожанам, в котором счастливо предупреждал их прекратить беспорядки, направленные на тех немцев, которые вовсе не участвовали в пути нападениях. Были закрыты переходства по центру города. Военные контролировали улицы. Сумитраженные жители только росло. В воскресенье 20 сентября демонстрально присоединились и Словенцы из ответственности Люблян. Провинциальный президент Шварц решил отстранение Шапана от контроля за безопасностью в городе и передал все полномочия к родному военному комиссару Матерусу. Откармлився из Криппа немедленно послал в первую милицию телеграмму с протестом в труппе с незаконным действием Шварца и против деления Любляния и осадного положения. Сначала мечту не предпущало корридии. В ночь 20 сентября поручик Майя, чем-то он патрулировал улицу города, раздраженный поведением толпы и уже подвыперший, несмотря на предостерегающую окрику комиссара Матерусу, Словенец предпочитал солдатам стрелять по группе демонстраторов. Увидев предыдущих службами на заготовку солдата, они побежали. Им стреляли в спины, не сделав чудительного выстрела. Несколько Словенцев, по большинству из них было 17-20 лет, были ранены, а двое, 22-летний работник типографии Рудольф Рюндер, взрослый от работы сопровождения у невесты, и 13-летний гимназист Иван Аданич убиты. Аданич перед смертью просил ему ничего не говорить с ним на место, что случилось. Это все потом очень... Повторили все Словенские газеты. На следующий день с одобрением Министерства внутренних дел Шварц передал Хребову руководство восстановления порядка в городе, ему пришлось принять ряд выдвинутых жопаном условий. Восстановить его право по своему усмотрению использовать силу городской полиции, а он традиционно являлся в шестом городской полиции. Отправить армейские подразделения Газмана и другие. В тот же день был созданный национальный комитет, в который вошли представители всех трех Словенских партий. Он активно помогал полиции наводить порядок, распоправив дража. Применение правительственными войсками оружия и гибель Лунда и Аданича вызвали у Словенской общественности рост антиметских антиправительственных настроений. На следующий день 21 сентября жители юбляны, в том числе и немцы, вырислили на своих домах черные флаги. Словенцы сшивали с домов таблички с немецким названием «Рулиц» и «Немецкие выриски на фестмагазинах» или «Дома за гибель черной краской». «Немецкий язык должен сгибнуть с рюмлянских улиц», – призывал угловым либераром газета «Словенский наар». С тех пор любящиеся уличные выриски были только в славянском языке, и подписали славянские националисты, она окончательно привыкла в славянский облик. В тот же день славянские плачки, как призывали католиков, начали выбирать деньги из немецкого краицкого банка, самого крупного банка в области, и переводить их в славянский городку «Любянский банк». «Краинские» вносили прийти не печатать статьи, дискредитировавшие «Краинский банк», однако с одновлением Жупана Хрибера они все же были опубликованы отдельной брошью, в тысячных экземплярах распространявшихся среди славянцев. 23 сентября состоялись торжественные похороны Лугдера и Адамича, организованные Советом общины «Любяна» за счет городских средств. В их приведении к имени участия все-таки славянские партии, и на проводы пришло по оценкам «Любянского газета» «небывалое количество народа» — 20 тысяч человек из разных славянских районов. Соответствие общей населения «Любяна» было 23-24 тысячи рублей. Либерал Владимир Адамича ответил в воспоминаниях, ставившими на их национальное согласие. В похоронной процессе шагали вместе «Либералы», «Терекалы», «Социальные демократы», «Светские священия», «Хозяины рабочих». По призыву Совета общинам, через сбор добровольных пожертвований, наполнений погибших и для радов. Печатные ордены всех славянских партий риск осудили действия военных. Либералы оценили их как провокацию в заблоках против славянцев. Вину за произошедшую праведию разлагали прежде всего на провинциального президента, отстранившего Жуфанны от обеспечения общественной безопасности и доказавшего полную неспособность занимать свое высокое положение. Социал-демократы вообще призывали. Со Шварцем надо рассчитаться перед новым опытом и скорее. Человек, обогрелый гробью, ни дня не может быть хозяином традиции. Но, конечно, барону Шварцем должности не знали, не сняли, а расставался на ней до вечера тот же 12-го года. Социал-демократы и католики отчетки обвинялись в случившем либералах. Так, как Вечий Франкер писал, что они не должны быть поспекать народу бойков и немцев, нельзя было по русскому примеру. Пленовникам трагедии они называли и астридскую правительственную систему, которые в своем уровне в газете «Словенец» утверждали, что если бы либералы пригласили их с организацией Митинга, то они бы позаботились, чтобы демонстрация была нежной и противникой генназии. Немецкая чрезвия, естественно, обещала коротко противоположным образом. Она описывала мотивление слоянцев над немцем, совершенные как отстегательство Словенских национальных партий. В 24 сентября немецкий национальный совет Крайне призывал юблянских немцев к консолидации силы. Немцы полагали, что конечность целью брачных сил дублянского политического Матфолиус при организации беспорядства Крайне была негализация неразумной славянской массы, чтобы она экономически, физически, взвела счет и смелся. В течение нескольких дней ситуация полностью организовалась, однако сентябрьские события юбляне, интерес, которым вызвали резонанс у английской общественности. Протестные митинги и демонстрации в течение месяца прокатились в Крайне. Но право правительство удалось им против. Антинемецкие и антиславянские республики произошли для этого на работе с лучшими людьми. Немцы, верные, южные и Зайцбург вырезали протест против действий славянских националистов. Большинство английских славян против вырезали с ними. И славянская и немецкая пресса разжигали их плац-трафик после каждой республики националистической нападемки и подчеркнули в любой стране. Зайцы настаивали на официальном расследовании действий военных приведших царьезам. Однако, проводившим по поручению войны предмашен лейтенант Карл фон Ланг с 12 октября в донесении военному министра однозначно утверждал в беспорядке в любви в следовании в следовании виновной университет военных гражданской прессе. Применение оружия фон Ланг счёл полностью конституционным, поскольку солдаты защищались от альбинаровой На заседании Рейхшрата 16 марта 1909 года Хребер вновь поднял вопрос о приведении непредвзятого расследования. Он подробно описал код событий и подчеркнул, что вооруженные силы были использованы легкомышленно и преступно. Недисциплинированные и плохо обученные военные действовали просто измертнованию раздельных словенств. То, что произошло 20 сентября, любляли позорные патроны в истории артеистской армии, и правительство должно проработиться о том, чтобы его очистить. Эта речь Хребер была издана отдельно хорошо. То есть 64 страниц, он говорит обстанно. Позиция артеистской войны в 1 сентября и при проведении расследования вызвала свидетельство недовольства. Из-за опасения и скровоцированного волнепротекста открытие памятника императору Франции Лосику в Югряне даже было перенесено с 4 октября на 2 декабря 1908 года и проходило под строгим контролем полиции. Часть юрмянского гарнизона заходила в боевой готовости. Следственным сентябрьских волнений в Югряне стало обострение славянских и немецких отношений. Ранее, по мнению многих современных граждан и современных сутрирователей, вполне доброжелательных. Функционированный славянскими политиками бойков немцев, продолжавшийся несколько лет, не только ущемлял национальное достоинство, но и носил серьезный экономический ущерб. Краин Степан, откуда славянцы продолжали отнимать в планы и в боях, лежал там против. Только за первые три месяца, конец 2008 года, он потерял более 14 млн грн. «Началась стерилизация ради предприятий учреждений и общества. Многовековые экономические и культурные связи немцев и славянцев крайне стали разрушаться. А национальное определенность между обоими народами так и не внувлась для первой мировой волны, и из замеренного недоверения антогонизма невозможно было славить. Волна национального протеста на время объединила славянского фибралов и католиков, и в марте 1909 года ими единодушно была принята разработанная католиками славянская программа «Терриализма», предусматрившая государственное правовое объединение всех этих славянских монархов. А в 1909-1910 годах и либеральные католики сплоченно выступали в австрийском институте. Однако вскоре не вернулся на кроме Своя, и борьба между славянскими партиями была потострелась. Жупана прибыла политические противники и сделала эконома Кущина. Его обвиняли в том, что он был одним из инициаторов беспорядка и в том, что он не смог обеспечить контрольной ситуации, и в поддержке команды против «Украинского банка». В глазах Васильева стал склавным демокриком сентябрьского полуния и юбляния, что сыграло одновременную роль в его судьбе. В 1910 году интернатор оставался и через мурашки утвердить его и страницу Пану-Любляну, и его политической карьере в открытии не пришел конец. О сентябрьских событиях по горячим цветам были опубликованы две пьерсы – «Кровавые ножки пляни» и «Национальные лучи». Художник Иван Бабочич написал картину, вот там вот ежегодно наступили». Однако вскоре произошла анекция эпоха снеги и цыгарин, связанная с ними международный кризис, и сентябрьские события отошли на второй план. Так, в 1909 году юбилалы хотели организовать правильный вид, все годовщины этих событий, но он так и не состоялся и без противодействия католикам и провинциальных властей. Однако память о жертву 20 сентября осталась. Имела мест в ней мафилонизация. Если во времена Австро-Венгрии славянцы позиционировали Лундера и Адамича как невиданных жертв военного произвола, то в королевстве югославян тактовка изменилась. В 1933 году в статье, посвященной 25-й ведущине сентябрьских событий в Лундере, Бога Божьих не писала, что эта интерпретация уничтожает все значение и смысл уже на Магарича и Лундера, проложивших путь к свободе славянцев. И тогда появилась следующая легенда о них, об отцах за свободу. Павятником статуя скорпящей женщины скульптора Станислава Перуци был торжественно открыт в Лундере 17 января 1923 года. Недалеко от местных убийств тогда же была установлена мемориальная доска, а в 1952 году в их честь была названа Набережная Центрию Украины. Притупления в 1928-1928 в Лугляне стали самыми мощными во времена девориции 1948-1948 года. В 30-е начале 50-х годов они рассматривались мылим-славянскими историками, как вехав развития национального движения Совета. В 1931 году Иван Криетин обозначили ионексию Бос-Миллер Цагарин как начало освободительского периода славянской истории. Дрогатин Лончер в 1950-х годов как начало борьбы за национальную свободу. Однако уже в 1952 году избыли марксист Бушен Керманник определил про переломную дату в славянском национальном движении в 1896 в тот год, когда была создана ему славянская социал-демократическая партия. И далее в марксинской периодизации начало нового этапа считалось в 1790-х годах т.е. оформления славянских партий. В начале 90-х годов 20-го века Василий Мелик определил как начало нового югославянского периода развития национальной идентичности в 1909-й год, т.е. вызванную сертианскими волнениями в Любляне и анекции восьми восьми активизацию национального движения. и дальнейшую обсуждение. Современные историки не знают значение синтемских событий 1908-го года для развития национального движения славянцев. Однако считают, что интерпретации дававшие почти величественные значения безусловно отвечают на увеличение. в любом в любом случае улюбления стали своего рода пускалом крючком. Вызванный ими мощностью их национальных силов был подкреплен надеждами на возможность усиления позиций у славян и тем самым был дал торчок в поиски новых порядок национальных национальных спортов. Спасибо. Юлия Евгеньевна, спасибо. Это очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, доска и памятник до сих пор сохранились. Был ли развенчан потом на сегодняшний день? они почти не говорят, они вспоминают и набережная осталась, и вот в любви на кладбище все осталось. Но они до сих пор не являются мучениками, национальными героями, они все были? Ну, пишут, что они были жертвы, но они действительно были жертвы. В этом году все-таки развенчали? Или он как бы сам умер? Ну, как-то потихонечку. Потихонечку они как анациональные герои «Пацаны свободы» писали, перестали. Вот, наверное, рубежом было бы так вот. Сосед уже на Фермарне в 52-м году. Просто бывает так, что мы их развенчают, а все равно как-то в коллективном сознании остается и продолжает думать, как и герои. В принципе, прошло уже много времени. Тогда, когда возникла вот эта вот идея борца за свободу, это было 15-летие. Итог собрали деньги и соорудили память. вся славянская общество. Все равно какое дело великолепно. Конечно, что-то сравнения с российской историей быть не может, но для них это был шок. Потому что люди гуляли, они гуляли в этот вечер семьями с маленькими детьми стояли около полицейских ходов. То есть, кому в голову не приходило, может что-то случиться. И уже никаких не было ни камней, ни подробов. Ну, естественно, они не кричали всякие оскорбления. Мы говорили свободу и владельцев, кричали оскорблениях и те просто в желтых маринацию убивали. Ну, кажется, как трагическая случаемость, но она очень сильная, действительно очень сильная. Мы приглашаем даем слово родину Денису Валерьевичу Московский государственный университет имени Ломоносова. Доклад называется «Выбирая не свободу, а шлюз 1938 года в зеркале австрийской прессы». Да, благодаря вам. Всегда очень рады выступать, выступить с осмотрителями. И большое спасибо, что вы пошли к нам в бутылку, позвали его чуть-чуть раньше. Должно сегодня заседание с лекциями, там еще выступать этим зерком на передачи. Ну что же, события 85-летней этой давности, привыкшие к исчезновению первой австрийской республики, с одной стороны, представляются достаточно изученными, но с другой стороны, подталкивают исследователи вновь и вновь возвращаться к осмыслению произошедшего как страшного предупреждения о том, как легко целая нация способна отказаться от своей свободы, суверенитета, независимости, ради стабильности и порядка. Ну, мне хотелось бы вспомнить мнение своего коллеги, известного исследователя, Александра Ильича Батлина. Позже австрийцы предпочитали выставлять себя в роли жертв, нацистской пропаганды, но весной 1908 года подавляющее большинство из них вполне искренне радовалось обретению благожданной исторической Родины. И нельзя не отметить, что проявленная населением Австрии готовность к объединению с Третьим Рейхом, которая подтвердилась в результате превесцита 10 апреля 1938 года, не может быть объяснена без изучения австрийского общественного мнения, которое не так часто оказывалось в центре внимания исследователей. В моем докладе ключевые события, ключевые эпизоды, а начнется такие, как встреча Гитлера и Шушника в Бертисгардене, ввод германских войск в Австрию, лебисцит объединения двух германоязычных государств, они будут проанализированы с опорой на материалы австрийской печати, с целью выявить в публикации ключевые паттерны, позволяющие проследить консолидацию общественного мнения вокруг идеи вхождения первой австрийской республики, в состав третьего рейта. Для анализа были отобраны газеты различной направленности, это и рупор правительства Wiener Zeitung, и либеральные Noe Friar Press, Kleine Volks Zeitung, Der Wiener Tag и Noeis Wiener Tag Влад, и христианско-социальные Das Kleine Volks Влад и Wiener Noeis Benachrichton, и социал-демократическая Das Kleine Влад. Эти выборки позволяют представить весь спектр общественного мнения Австрии и оценить, насколько разнородным или однородным будут оценки названных выше событий у печати, которые, казалось бы, представляют интересы разных социально-политических групп. Собственно, к началу 1938 года Первая Австрийская Республика уже начала постепенно оправляться впоследствии Великой Депрессии, больно ударившей по промышленности и банковскому сектору страны. Заметивший в 1938 году экономический рост позволял правительному официозу Wiener Zeitung с пылом доказывать, сколь неправы те, кто в своих заявлениях убивал старшую столь маленькой Австрию, отнимал у нее право на собственное наследие и на развитие суренитета. Как утверждал в упор правительства Шушника, вера в силу Австрии процветает и простирает свои крылья, как показало политическое и экономическое развитие страны в предшествующий год. Социал-демократическое доставление Бла также отмечало улучшение экономической ситуации в стране и выражало осторожный оптимизм в отношении 1938 года. Еще более осторожной была оценка либеральной прессы. С одной стороны, несмотря на нарастающий кризис Версайской системы, министр иностранных дел Шмидт на страницах Ноя Прайя Прессы заявлял читателей, что 1938 год будет для Австрии многообещающим. Но с другой, Дервейнер так предупреждал, что потребуется большое умение и величайшее терпение, чтобы последовательно прокладывать курс Австрии в условиях всеобщей неразберения. Наконец, газеты христианской социальной направленности напоминали о необходимости преодоления внутриполитических разногласий, от которых, по словам прессы, страдала внешняя репутация государства и которые тормозили экономическое развитие. Таким образом, в начале 1938 года общим местом в австрийских газетах, казалось бы, разноправности, были оптимистические ожидания. И тем неожиданней для них была встреча Гитлера и Шушника в Бердесгадене 12 февраля и, что важнее, последствия этих встреч. Правительственный официоз пытался представить переговоры лидеров Германии и Австрии, а я напомню, на них фюрер прямо заявлялся в качестве дружеской дискуссии по многочисленным политическим вопросам, одинаково интересующим Австрию и Германский рейх, а также как разбитие положения Австро-германского договора 1936 года. В логичном ключе высказывалась и либеральная пресса, называющая встречу двух лидеров чрезвычайно важным событием в деле достижения взаимопонимания между двумя немецкими государствами, успокоения и поддержания нормальных отношений к Центральной Европе. Также подсчеркивалась роль данной встречи для укрепления австрийского субъекта, укрепления дружественных связей с соседями на фоне международной турбулентности. Равным образом реагировали на свидания в Бертесгардене и газеты конститерско-социальные и социал-демократические направления. Они предполагали, что переговоры главных правительств будут способствовать укреплению германо-австрийской дружбы, опять-таки на основе договора 1936 года. Но дальнейшие события показали, что речь идет не о сохранении, а о сокращении даже ликвидации австрийского университета, и австрийская пресса была бы нужна приспосабливаться к изменениям в политическом курсе правительства. Объявление амнистии австрийским нацистам, и назначение Зейс-Ингварта министром иностранных дел, либеральная пресса, повинность правительственной установки, трактовала как меру для обеспечения внутреннего мира в Барске. Также либеральная Нойс-Виннер напоминала читателям, что еще в 1937 году Зейс-Ингварт по поручению канцлера стал связующим двеном между национальной оппозицией и федеральным правительством. А христианская официальная докляния Холдблак утверждала, что новый министр внутренних дел пользуется доверием национальных кругов, которые могут на него положиться, как на своего представителя правительства. Социал-демократическая государственный влад приветствовала амнистию для нацистов, провозглашая, что каждый гражданин, независимо от своих взглядов, должен направить свои силы на то, чтобы с полной уверенностью в будущем идти по указанному федеральным канцлерам и лидерам Отечественного фронта пути мира и объединения всех граждан. Спустя несколько дней последовали восторженные отзывы прессы на выступления Гитлера 20 февраля и Шушника 24 февраля. Особое внимание в речи фюрера, которую Ноя фрай пресса назвала подтверждением мощи германского рейха, было удивлено посажем, связанным с развитием австро-германских отношений. Так же до скляния благ, история словам лидера Третьего рейха, утверждала, что достижение согластья между Шушником и Гитлером предотвратило катастрофу в отношении двух немецких государств. Вина февраля февраля Третьего марта Шушник, ощущая нарастающее давление со стороны Третьего рейха, объявил о проведении в Австрии пребесыта по вопросу о приснении Германии. Сам Канс в последствии утверждал, казалось безответственным ждать сложными руками, пока перед несколько недель нам не заткнул рот. Ставки в игре повысились настолько, что требовалось приложить максимум усилий. И теперь правительственная прессия предстояла защищать данное решение, объясняя необходимость лидерства тем, что он послужит делу укрепления внутреннего мира, и что речь идёт не о партийном боевом грузе, не о тактическом вопросе, основанном на столбах интересах отдельной группы, а обо всём. Решение о предисците было немедленно поддержано газетами различной направленности. Либеральная пресса была уверена, что в ходе голосования должны дать понять, что они поддерживают это государство, что они отстаивают его, что они хотят сохранить его. Кристианские социальные газеты подчеркивали, что всеобщее голосование будет проведено в переломный момент, как завершение периода борьбы, перехода и как начало развития на завоёванных основах. Оно станет важным веком истории новой Австрии. Социал-демократический государственный глав обравдовала проведение Бибисцита тем, что в авторитарном государстве лидер должен проверять соответствие своих политических установок воли народа в то время и таким способом, который соответствует его взгляду на общую политическую ситуацию. Назначенный на 13 марта Бибисцит в той форме, как его задумывал канцлер Шушник, так и не состоялся. В ночь 11 на 12 марта войска Третьего рейха вступили в пределы соседней страны и за несколько часов оккупировали её. 13 марта вместо Бибисцита австрийский народ получил закон об соединении Австрии с германским рейхом, на основании которого первая австрийская республика прекратила своё существование и была включена в состав Германии как Остмарт. Некоторые газеты, например, Der Wiener Tag были ликвидированы. Оставшиеся же должны были продемонстрировать готовность к сотрудничеству с новым режимом. И австрийские газеты самые разные правила. Ещё вчера призывавшие граду республики голосовать за ненавидимые страны нынче приверкнули во соединение двух германских государств. Недавно офицер Шушнега Арбина Цайт написала «Буря радости, обводившая немецко-австрийскую нацию, когда она узнала о приходе национал-социалистов власти, является убедительным народным голосованием в пользу немецкой австрии. Но и фрая прессы выражал надежду, что с Санчелсом наступит время внутреннего мира не только для национал-социалистической части населения, но и для тех, кто всё ещё привержен великой, старой, австрийской традиции. Верили другие либеральные газеты, фляйная от Сайтум, заверяла обитателей, что заря новой великой эпохи для нашего ближайшего отечества, и путём абсолютной консолидации для всего немецкого народа, но если он так благ пафосно заключал, флаг национал-социализма, который теперь леет в голубом марте этой мирной революции, является знаменем нашего будущего и нашей надежды. Не оставали и другие газеты. В ответ на наступление Гитлера в Линце христианско-социальная таскляйная от Сбор писала «Родина приветствует своего великого сына». Винерной и Санаклипсин Феотрид спешила окрестить время правления только «Родина и Шушенника» не цепил годами глубочайшего унижения и горечи, в то время как «Тибель» под сенью национал-социализма, как заверяла газета, массы мирно движутся к лучшему будущему, который ждет после исчезновения черного призрака. И даже Руберс социал-демократов «Госпляйный Влад» писал о триумфальной поездке Гитлера через австрийские земли. Дальнейшая цификация австрийской прессы протекала очень быстро. Верхним показателем этого является тот факт, что накануне утвержденного уже нацистами Требестыта 10 апреля 1938 года все газеты Готмарки единодушно призывали к раду «Поддержать завершенный аншет». Священным заветом называли Требестыт Вильнер Цайкут и Нойс Вильнер Таргуа. В аналогичном духе высказывалась Нойя Фрайбреста, которая трактовала народное голосование как «священный выбор». Вильнер Нойса на приступ призывала каждого идущего голосования ответить на вопрос «Вы, немец?», которая газета трактовала как вопрос «Крови и величия насти». Наконец, днем немецкой победы миновала Требестыт «Социал-демократическая досклянья была». Таким образом, обращение к австрийской прессе в события 2018 года позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на различия своей политической направленности, все газеты транслировали практически идентичные пакеты, исходящие от австрийского правительства. Именно зависимость прессы от режима, сперва Дольфу Срешушника, затем Гитлера, обусловила ту скорость, в которой австрийские печатные издания, меняли свою позицию от единодушной поддержки австрийской недовольности, к возможности проведения пребесцита по вопросу существования демократического государства, и далее, к абсолютной поддержке идеи Анжелина. В нем степени укрепление настроения пользоваться не в том положении, в котором пребывал австрийский народ во второй половине 1930-х годов. Концепция суверенной австрийской республики еще не успела закрепиться в обществе, воспринимавшем независимость своего государства, как прямое следствие поражения в мировой войне и диктата Антан. Великая депрессия закрепилась среди австрийцев убежденных в несостоятельности собственного государства. И, наконец, режим Вольфа и Шушника подготовил почву для распространения и укрепления в обществе правых взглядов. В конце 30-х годов австрийский народ, уже привыкший к авторитарному правлению, с легкостью был готов променять остатки свободы на обещание экономического процветания и величия нации, щедро раздаваемые нацистами, преступлений нас. Бую за внимание. Спасибо большое. У вас в лаконичность. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Василий Ильич? Спасибо. На самом деле, ваш доклад очень интересный. Ну, вот у меня всегда, когда речь идет о таких вот вещах, как РПС, возникает вопрос, ну, то есть, я с частью меня вызывает определенные вопросы в том плане, от чего мы взяли, чтобы люди, грубо говоря, писали правду, а не то, нужно было писать, чтобы не попасть в конкурс. То есть, ну, даже вот приведу гораздо более либеральные времена, то есть, Российская империя, конец 19 века, там мой любимый Николай Иванович Краснов, вообще-то генерал, служащий военном министерстве, вот он свои письма написал, что я половину своих работ не могу опубликовать, просто потому что я их не проходит цензура, они для них слишком либеральны. То есть, вот, исходя из этого, у меня вопрос, а насколько вы считаете, что вот то, что там писала пресса, можно распространить настроение всего австрийского общества? Вот вы делаете вот это, я сразу говорю, я не эксперт в этой эпохе, я не знаю, но, как бы, Чехия-то тоже, как бы, не сопротивлялись, сдались, а там, в общем-то, нельзя говорить ни о какой тиктатуре, о том, что, вот, в Исраиле усиливались в тридцатые годы правые партии, шла подготовка, но тоже, на самом деле, Чехия не сопротивлялась, Чехия, в общем-то, капитулировала без боя, и потом Чехии, ну, не особо, нам сильно сопротивлялись против монслователей. То есть, с чего вы взяли, что, вот, то, что пишут прессы, это именно отображение господствующих настроений в обществе, а не, в данном случае, страх перед теми немецкими танками, которые вошли, не опасение за свои как-то места, не понимание того, что попытка сопротивления может было хочется, и так далее, и так далее, и так далее, если что, я не уверен, просто вот, мне интересно, это правда очень интересно, но я вот не уверен, что, я частично, но я вот не уверен, что полностью это можно генерализировать как мнение австрийского общества. Спасибо. Анатолий, мятно за то, Благодарю вас. Ну, собственно, еще раз подчеркну, что, на самом деле, это правда, ведь, собственно, с начала режима только сушушника была установлена достаточно плотная цензура, и газеты были подчинены правительству, и поэтому, собственно, они вынуждены транслировать то, что им приходит сверху, и своего вот мнения, да, казалось бы, ну, вот, есть социал-демократы, есть социалист, крестьянская социальная партия, им должны быть различные мнения, но говорят они практически одно и то же. То есть, на то, как это можно отодействовать мнениями населения. Проблема в том, что само население, по сути, не имело практически выходов для того, чтобы сказать, что они думают. за исключение всенародного голосования. А всенародное голосование 10 апреля 1938 года показало, что подавляющая часть австрийцев, даже большая, чем в Германии, согласны с вхождением Австрии в состав Германии. И таким образом, то, что мы видим в прессе, по сути, оно формирует настроение австрийского общества, оно готово смириться с этим, оно готово принять это. И, с одной стороны, может быть, это и правда, страх перед танками, и, естественно, страх перед танками. Пишушник об этом мемуарах, который это пишет. А, с другой стороны, это, собственно, то, о чем я сказал в конце. Это ощущение того, что твое государство не состоялось, что оно не смогло выдержать удар судьбы, что оно не является полностью свередным, и без влежения к ближайшим бросникам в лице Третьего Рейха ваша нация просто существовать не может. И, как следствие, мы видим с вами результаты трибисцита в апреле 1938 года. А, кроме того, если следовать дальше, мы увидим довольно активное участие австрийцев в работе немецких органов. И гестапо, и гауляйтеры, и другие, соответственно, управленческие механизмы. В той же стране в Вене довольно активно австрийцы вступали во все организации, которые создавались пришедшимися за немцами. У меня есть об этом статьи в другом сборнике Самарской, но это действительно факт, это подтверждается статистикой. То есть австрийцы оказались готовы принять те правила, которые были спущены им сверху. Сначала удовольствием и жушникам, а затем Гитлером. И только уже в ходе Второй Другой Войны, когда стал очереден крах этого режима, вот тогда уже появляется эта идея, что Австрия первая жертва нацизма. И ее уже будут, собственно, раскручивать, потому что это позволяло и самим австрийцам избежать наказания. И плюс это было выгодно для союзников, для странно-дивистской коалиции, поскольку позволяло изнутри разрывать Третий Рейх. Спасибо большое. Спасибо за доклад, очень интересный. Если я правильно слышал, приводилась цитата из одной из газет, и там прозвучало слово имидж. На первый взгляд это, как она звучит в оригинале. Я просто сейчас не смогу вас произвести, я могу ее поискать и прислать, потому что газеты, собственно, спасибо Австриям, они выложены в открытый доклад. Я могу сказать, конкретно какая это у нас. Здесь записано у меня. Это диреклянный «Порстальтунг» от 13 марта 1938 года, первая же страница. То есть я, получается, не смогу вас произвести, но, если что, 13 марта 1938 года, диреклянный «Порстальтунг» и вот, наверное, «Порстальтунг» можно отсутствовать. Это редакционные статей, которые подразумевают, что это авторство редколлегии. У вас есть какой-то доклад? Во-вторых, значительно больше. То есть, именно где проставлено авторство, я их напитал меньше. Некоторые есть, но, фактически, я таких, ну, буквально несколько штук. То есть это поэктивное мнение – да. И второй вопрос. А позиция католической прессы? Все-таки в 1938 году уже более-менее было понятно отношение, в том числе, официальной Германии к религии и церкви. А у них хоть что-то отличалось? Или, вот как Артем Юрьевич задавал вопрос, что были представления некой форме безопасного поведения католической церкви? Ну, и более близкая к католической церкви как раз фактически актуальная печать. Но проблема в том, что эта партия, она была прочно интегрирована в Отечественный фронт, и поэтому ее печать не могла каким-то образом выступать против паттернов диктуем к Шушкигам. То есть, ни в достриальных отцвлак, ни в Вилерной Сунахрихта мы не увидим каких-то сообщений о том, что католическая церковь осуждает действия того же самого Гитлера в отношении католических храмов у прихожан или с учениками. Быстро задам вопрос. Денис Валерьевич, такое удручающее очень впечатление произвел ваш доклад о молодуши и лицемерии астрийской прессы. А все-таки, может быть, там были какие-то попытки противостоять? Я не знаю, может быть, кто-то был несогласен и увольняли авторов из редакции, да, заменяли из редакции. Они все как хамелеоны, раски перестраивались. Я в таких случаях не заметила, можно просто инвестицировать внимание на этом. Действительно, такое происходило. Но именно редакторская позиция, она действительно была как хамелеон. Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует...